Привет! Посмотрите на эти мотоциклы. Наши коллеги из компании «МотоСтронг» сами привозят их из Европы, выбирают байки в отличном состоянии и с минимальными пробегами, без аварийного прошлого. Эти мотоциклы пройдут любые проверки. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там представлен весь ассортимент. Склад мотоциклов регулярно обновляется, мы продаём мотоциклы в отличном состоянии. Обращайтесь в «МотоСтронг». Менеджеры ответят на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. А сегодня мы будем разбирать крутой шестиступенчатый автомат, который компания «Джатка» сделала по заказу концерна Renault и Nissan. Встречаем! Итак, в 2006 году на самых популярных моделях Renault и Nissan появился приличный шестиступенчатый автомат. Владельцы двух педальных бензиновых и дизельных Renault Megane, Laguna, Scenic и Kaleos знают его под обозначением AJ0 и AJ8 с полным приводом. На автомобилях Nissan, Qashqai, Murano и X-Trail эта трансмиссия известна под обозначением RE6F01A. Также эту АКПП получили автомобили Mitsubishi, ASX, Lancer и Outlander. Там она обозначается F6AJA и W6AJA. Эту же трансмиссию, соответственно, получили клоны автомобиля Outlander под марками Peugeot и Citroёn. Эта трансмиссия дружит с двигателями объёмом от 1,8 до 3,5 и рассчитана на передачу крутящего момента до 330 Нм. Эта конструктивно типичный представитель шестиступенчатых автоматов для поперечной установки. В конструкции этой АКПП три планетарных редуктора, которые управляются двумя тормозами и тремя пакетами сцеплений. Помогает им одна обгонная муфта. Все эти элементы находятся на одном уровне вдоль общей оси, как в шестиступенчатом продольном автомате. В гидроблоке 8 соленоидов. Датчики входной и выходной скорости установлены снаружи на корпусе трансмиссии. На модификациях АКПП для автомобилей Mitsubishi датчик выходной скорости расположен ближе к полуоси на боковой, а не на верхней поверхности корпуса. В целом никаких конструктивных откровений в этом джатка нет. Стальной масляный поддон находится сбоку. Пробка для слива АТФ находится в полу корпуса трансмиссии. Там же находится и контрольная переливная трубка. Пробка для заправки масла находится сверху. Никакого щупа нет, поэтому уровень АТФ определяется по капле падения через сливную пробку. Общий объем АТФ в этой трансмиссии 7,5 литров. Через пробку удается слить 4 литра. В эту трансмиссию годится АТФ J2 и J3 или ее аналоги. Масляный фильтр становится доступен только после разбора корпуса коробки. В общем, это типичная шестиступенчатая АКПП. Этот японский автомат сделан на зависть конкурентам от Aisin, Hyundai и GM. Он сразу получился удачным и не страдал детскими болезнями. Очень живучая трансмиссия без явных слабых мест. Главное – освежать АТФ каждые 50 000 км. Что еще может значительно продлить срок службы этой трансмиссии? Так это установка отдельного масляного радиатора. На корпусе этой трансмиссии установлен теплообменник, который не блещет эффективностью. На автомобилях с пробегом более 150 000 км его контур антифриза серьезно загрязняется. Поэтому некоторые владельцы добавляют радиатор охлаждения, который, кстати, присутствует на кроссоверах Mitsubishi с этой АКПП. Подключить радиатор на вход и выход можно с помощью штуцерных болтов, которые ввинчиваются вместо заглушек в задней крышке АКПП. Также совсем не лишним будет установка отдельного внешнего фильтра грубой очистки. В нем будут задерживаться продукты жизнедеятельности этой трансмиссии. Напомним, что чем современнее АКПП, тем сильнее она загрязняет масло пылью, которую производит фрикцион муфты блокировки гидротрансформатора. Если эффективно очищать масло от пыли и менять АТФ почаще, то механизмы этой трансмиссии будут служить долго. Штатный фильтр едва ли десятилетиями сможет задерживать продукты износа. Сейчас посмотрим, в каком состоянии находится эта побитая жизнью трансмиссия, что в ней износилось более чем за 10 лет эксплуатации. И в этом нам поможет Серёга. Встречаем! Привет! И мы начинаем нашу разборочку! Гидравлический блок АКПП «Джатка» имеет типовую схему. В нем 8 соленоидов, которые сгруппированы в 3 группы. В торце 2 шифтовых соленоида, то есть они двухпозиционные. Нормальное сопротивление их обмоток – 28-30 Ом. Остальные 6 соленоидов линейные, так как гибко регулируют давление под управлением шим-сигнала. Нормальное значение сопротивления их обмотки – 5,5,6 Ом. Это сопротивление должно быть при 20 градусах, так как на складе у нас холоднее, значит и сопротивление ниже. С одной стороны находятся соленоиды типа «Normally High», и это значит, что в отключенном состоянии через их золотники протекает АТФ под пилотным, то есть управляющим давлением. Естественно, один из этих соленоидов – соленоид главного давления. С другой стороны, соленоиды типа «Normally Low» в отключенном состоянии через них не протекает управляющего давления. Один из этих соленоидов – соленоид, который управляет муфтой блокировки гидротрансформатора. Обратим внимание, что соленоиды здесь управляют золотниковыми клапанами. Раньше такие конструкции с золотниками были частью гидроплиты, и если по каким-то причинам подвижный золотник задрал гидроплиту, то ее приходилось либо менять, либо дорого ремонтировать. Преимущество таких соленоидов с золотниками в том, что эта важная часть гидроблока меняется легко и просто. К тому же, эти золотники служат долго, их рабочая поверхность большая и она долго противостоит абразивному износу. Обратим внимание, что здесь аж 5 датчиков давления реально на каждый пакет фрикционов. Гидроблоки JATCO всегда сделаны дорого и на совесть. Нареканий по этому гидроблоку не возникает. Если он оказался изношен, то за это стоит благодарить некачественное обслуживание, перегрев либо тотально изношенный фрикцион муфты блокировки гидротрансформатора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все у нас в замечательном состоянии. На сетке фильтроскопилось минимальное количество загрязнений, на магнитах тоже немного фрикционного осадка и насос в отличном состоянии. Сцепление 3.5 реверс первым покидает корпус трансмиссии JATCO. Вообще здесь название всех муфт подсказывает, на каких передачах они передают крутящий момент. Автомат JATCO настолько удачен, что здесь нет откровенно слабых пакетов фрикционов. Все они изнашиваются равномерно на фоне огромных пробегов и загрязнённой АТФ. По состоянию хоть прямо сейчас на продажу. Дифференциал здесь тоже абсолютно надёжный, ничего здесь не срезает и не отрывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следом идёт передний планетарный редуктор. Обратите внимание на две втулки, которые находятся в нём. Они как новые. То есть и с передним планетарным редуктором этой АКПП ничего плохого не случается. Далее идёт сцепление LOW. Оно сомкнуто на первой, второй, третьей и четвёртой передачах по состоянию как новое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы разобрать эту трансмиссию, сняли заднюю крышку. Здесь у нас сцепление HIGH, которое работает на четвёртой, пятой и шестой передачах, и задний планетарный редуктор. Обратите внимание на щедрое количество фрикционных дисков для максимального зацепления. Ну и по состоянию как новое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тормоз 2.6 задействован на второй и шестой передачах. Состояние отличное. А вот это задний планетарный редуктор. Надёжность у планетарок этой трансмиссии феноменальная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий элемент трансмиссии тормоз low-reverse задействован на заднем ходу, в нейтрале и в ручном режиме на первой передаче. Состояние тоже изумительное. А вот это муфта свободного хода, она же обгонная муфта, блокируется на первой передаче. А вот это средний планетарный редуктор. И, как мы уже говорили, с планетарками в этой трансмиссии ничего плохого не случается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, разборка супер-меганадёжного японского автомата закончена. Ну что, Серёга, резюмируй. Трансмиссия сделана довольно просто и надёжно. Обратите внимание на массивные фрикционы и железо. Это отличный повод купить себе Рено, либо Ниссан, но только с мотором от двух литров. Спасибо! Пожалуйста! Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие подробные интересные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поделитесь этим видео в соцсетях. И не забудьте написать комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова